Всем привет! Меня зовут Лера, я художник и преподаватель по рисованию. И сегодня мы как раз-таки с вами будем рисовать. Произошел очень важный момент. Я наконец-то начинаю новый скетчбук, вот так он выглядит. Кстати, я сегодня в таком стиле, в таком образе, что этот скетчбук максимально мне подходит, и мне кажется, мы выглядим с ним как одно целое. Ну ладно, не будем об этом. В общем, к чему я веду? К тому, что очень многие боятся начинать первую страничку в блокноте. В принципе, как и у меня тоже такой страх есть. Как бы, ну ты открываешь, ну такой весь новенький, еще пахнет этой типографией. И ты такой, сейчас я тут должен что-то нарисовать. А вдруг это получится какой-то кринж, и первая страница будет испорчена. Как-то так пошло среди художников, что первая страница должна быть самая красивая. Самая привлекательная. Я не знаю почему, но в принципе, в какой-то степени я тоже следую такому правилу, потому что, ну как ты правила, не правила, не знаю, как сказать. Ну блин, короче, вы меня помнили. Мне все время хочется сделать так, чтобы первая страница была очень красивая, потому что я когда рисую, когда создаю блокноты, ну веду блокноты, я смотрю на них глазами зрителя. И то есть я уже сразу представляю, вот возьмет человек, мой скетчбук откроет, и на него будет смотреть шикарная, красивая первая картинка, а не какой-то там кринч. Поэтому я иногда так делаю, что пропускаю первую страничку и рисую сразу со второй. Но сегодня не тот случай. Я решила, что хватит это терпеть, и начну прям с самой первой. У меня есть на канале видео, где я рисовала на последней страничке своего прошлого скетчбука. Вы можете посмотреть, если вдруг у вас нет идей, как завершить скетчбук, то вы можете взять идею оттуда. Ну а сегодняшнее видео будет посвящено тому, как можно начать скетчбук, как можно сделать первую приветственную страничку. Сразу скажу, у меня сейчас на дворе осень, и поэтому начну я с осенней иллюстрации. Мне очень нравится тогда в скетчбуке понятно, какой период времени года был на тот момент, когда я рисовала эту работу. Что касается этого скетчбука. Как он называется? Похоже, он называется «Веселая компания», вот я сейчас читаю. Здесь нигде нет названия, только написано «Скетчбук». Ну, короче, написано вот «80 листов», «Веселая компания», «Дизайн paper art», «Лера и ее английский». Короче, ну ладно. Так, так, так. Срок годности не ограничен. Это главное, кстати. Я видела скетчбуки, в которых срок годности был 5, что ли, лет, по-моему, или 3 года. И я такая типа «Что? А что произойдет, когда этот срок истечет? Что будет с этим блокнотом? Он типа испарится или рассыпется?» Короче, есть у меня такой скетчбук, у которого ограниченный срок годности. По-моему, он еще не вышел. Ну, посмотрим, посмотрим, что с ним будет через 10 лет. Здесь не написано, какая плотность бумаги, но я предполагаю, что, скорее всего, 120 грамм. Это чисто по ощущению, потому что листы напоминают прошлые мои скетчбуки, а там как раз-таки была такая плотность. Ну, в общем-то, все, я предлагаю начать. Вот, 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 первая страничка. Кстати говоря, рисовать я буду не на вот этой вот, не на форзацной, потому что она не очень хорошо открывается. Здесь я обычно просто что-нибудь приклеиваю, а именно сразу же прям на развороте. Так, ну что ж, настало время его начать. А, я, кстати, забыла сказать, я не знаю, где его купить. Мне его подарили. Этот скетчбук мне подарила одна девочка на Новый год по работе. Мы с ней работали раньше вместе. Вот, поэтому вот такой вот памятный для меня это блокнотик. И вот спустя полтора года, да, полтора года, я до него добралась. Полтора года у меня просто так лежало. Ну, не просто так лежало, я заканчивала предыдущий блокнот. Короче, ладно, все, хватит болтать, я предлагаю начинать. Так, вы сейчас можете видеть этот самый скетчбук. Вот такой вот у меня красивенький, с зайчиками. Честно скажу, прям реально очень страшно начинать, особенно на камеру. Обычно я это делаю самостоятельно, сидя дома. Вообще, как бы, типа, не парюсь ни о чем. Ну и, в общем, что я предлагаю сделать? Я предлагаю сейчас нарисовать набросок вместе, а раскрасить уже каждый сам самостоятельно. Но я покажу, как я сделаю, какой у меня получится цвет, ну, в общем, что у меня будет тут с цветовой гаммой, вообще где, что, как. Вот, а вы можете самостоятельно вообще сами сделать, как вам хочется. Кстати, этот формат прям значительно больше, чем тот, который у меня был. У меня был формат А5, а этот, этот я даже не знаю, ну, больше, чем А5, однозначно. Вот, например, вот это формат А5. Вот, посмотрите. Я положила. И видите, насколько тут еще снизу, сверху имеется место. Ну, то есть, прям он значительно крупнее. Кстати, это картинка с курса по Гарри Поттеру. Мы рисуем там отдельные вот такие иллюстрации, а потом собираем в одну общую классную книгу. И в этой книге там двигающиеся всякие штучки будут. Ну, типа вот такого вот. Все там будет открываться. Ну, то есть, прикольная тема. Поэтому, кто хочет со мной сделать эту книгу, приходите на мой курс, ссылка будет в описании. Вот, сделаем книжечку. Итак, так как я обычно люблю рисовать все на лесную тематику, то я подумала, что, в принципе, в этот раз тоже не будет исключением. И сделать можно здесь вот такое дерево с краю, которое уходит в траву. Сразу снизу дорисовываем травинки. Ну, реально страшно. Я прям рисую, и такое чувство, как будто, ну, я не знаю, как будто, что делаю. Короче, интересное вот это вот чувство. Так, и вот здесь, получается, дерево будет уже разветвляться на ветке. То есть, у дерева обычно что у нас? Вот такой один ствол. И от ствола идут ветки. Например, одна ветка может находиться вот здесь, и она обязательно должна становиться тоньше, ближе к концу. И от этой ветки должны отходить еще более маленькие ветки. Здесь я ошиблась немножечко. Ну, не то, что ошиблась здесь. То есть, мы добавляем теперь ветки чуть меньше. Они ближе к основной ветке всегда должны быть тоньше, а ближе к концу должны становиться тоньше. Вот сюда можно посадить сразу персонажик. А давайте вот здесь нарисуем овал. Это будет кошечка, которая будет лежать здесь на дереве, на веточке дерева. Снизу будет выглядывать из-под дерева кролик. Я обычно, кстати, животных делаю в более стилизованном виде, то есть это что-то наподобие овалу. Да, кисонька получается маленькая, кролик получается огромный. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Мы художники, мы можем вообще что угодно делать. Глазки можно сделать в виде пуговок, чтобы они были более сказочные. Рисуем ему мордочку. У меня, кстати, есть свой персонаж, кролик тоже, но я решила, что в этой иллюстрации я его не буду рисовать. Нарисую здесь другого персонажа. Тоже кролика, но другого. А вот здесь оставляем место для надписи. Вот здесь должны быть кусты. Этот куст может вот сюда даже переходить. И на кустах добавляем вот такие маленькие, как пупырышки, что не знаю, как сказать. То есть создается эффект листвы. Травинки вот тут чуть-чуть выглядывают из-за этих кустов. Ствол дерева не должен быть идеально ровным, поэтому добавляем ему вот такие вот неровности. И обязательно рисуем неровности на коре. Это просто вот такие линии, которые потом будут затемняться в определенных местах. Здесь можно у кролика загнуть лапку. И еще одну вторую туда тоже загнуть. И в лапки ему положить много-много грибочков. И желательно сделать с них мухоморы. Ну, это по желанию, конечно. А, кстати, забыла сказать, я-то вот рисую кролика, котика. Вы можете вообще абсолютно своих персонажей рисовать, кого вам хочется. Вы вообще можете даже себя рисовать. Это просто как одна из вариаций, как можно начать скетчбук. Так как у меня скетчбуки чаще всего напоминают какой-то сказочный мир. Ну, вообще все мои иллюстрации более такие сказочные, поэтому я и, соответственно, такую тему выбрала. И вот здесь у меня будет надпись. Добро пожаловать в сказку. Я рисую линеечки, полосочки для того, чтобы было удобнее писать. И пишу. И там всякие разные звездочки, точечки, пятнышки. Ну, если что, это потом еще доработаем. Вот как-то так. Теперь у нас что получается? У нас, значит, еще нужно как-то заполнить фон. Нам нужно на веточках нарисовать что-то наподобие листвы. Поэтому можем там добавить вот такие кудряши, как вот здесь на кустах. Мы это сделали. Только желательно, чтобы местами эти листья перекрывали ветки. То есть ветки не должны быть полностью видны. А где-то ветка должна идти, уходить, прятаться за кустами. Ой, вернее, за листьями. И потом снова она должна проявляться. Вспомните, как выглядят реальные деревья. И вот здесь на некоторых местах можно нарисовать листики более такие заостренные. И дорисовать еще эти листики в падающем виде, что как будто бы они падают. Потому что у нас осень. Если у вас сейчас другое время года, потому что, ну, это видео, понятное дело, могут смотреть в разное время года, можете что-то добавить характерное для своего времени года. Например, если это лето, то можете там где-нибудь солнышко дорисовать, листики можно падающие не делать. Или просто нарисовать все точно так же, только цветовую гамму выбрать другую, более летнюю. А если у вас зима, то вы просто не рисуйте вот эти листья, пусть будет голое дерево, и на нем будут лежать части снега. И вот тут пусть будут сугробы. То есть вот можно подстроить вообще эту иллюстрацию под любое время года. Можно, кстати, вот тут еще дупло добавить. Я на самом деле люблю детализацию, но умеренную. То есть я обычно никогда не делаю слишком много деталей, чтобы глаза прям разбегались. Я не люблю, когда так. Но все равно какие-то детальки интересные добавляю. Можно там тоже какого-то персонажа дорисовать. Например, можно там дорисовать медвежонка. Вот я сейчас подумала, почему бы и нет. Вот здесь еще за кроликом можно чуть-чуть тоже дорисовать кустики. Как будто бы это ближняя часть куста, потом идет более дальняя и еще самая дальняя. И там уже небо. И на фоне неба надпись. Тут примерно вот такая вот многослойность у нас получается. Ну и теперь все, что нам нужно, это обвести. После того, как все готово, теперь можно приступить к обводке. Я обвожу вот таким вот линером, лайнером. По-разному называют. Капиллярной ручкой еще можно назвать. Сразу скажу. Вот любят в комментариях мне писать. Почему линер, если лайнер? Ну как бы линер от слова линия. Лайнер от слова line. Типа английский, русский. Ну как бы ок. Да, все. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Я подкладываю черновик, кстати. Да, это моя дипломная работа. Для чего-то она пригодилась. Ладно, я шучу. Это была моя неудачная версия дипломной работы. Как видите, мне здесь все зачеркнули. И заставили переделывать, перепечатывать. Потом я сделала в нормальной версии и все. Ну как-то так выглядит дипломная работа в университете. А да, если кто-то не знал, мне 25 лет. И я уже давным-давно закончила универ. И теперь спокойненько работаю преподавателем по рисованию. Так. Что ж. Все. Мы обводим. Я это сделаю в ускоренном виде. Вы это делаете в своем темпе. И после этого мы с вами дальше продолжим. Так, я все обвела. Теперь мне нужно просто все раскрашивать. Так как у меня осень. В основном будет такая рыжая-желто-красная цветовая гамма. Кстати говоря, интересный факт. Я не люблю оранжевый цвет. Но когда дело доходит до рисования осенних иллюстраций, все. У меня какая-то открывается нистовая любовь к оранжевым картинкам. Ну в общем, я рисовать в оранжевых цветах люблю. Но носить этот цвет не люблю. Так. Ну что ж. Все. Сейчас я буду просто брать те цвета, которые мне нужны. А вы можете раскрашивать уже по-своему. Убрать свои оттенки. Самое главное. Пока что не раскрашиваем вот этот вот фон. То есть небо. Раскрашиваем все, кроме неба. Небо оставляем такое, какое есть. Погнали. Итак, когда все основные элементы раскрашены, можно уже приступать к работе с цветными карандашами. Я не люблю красить фон маркерами, потому что он получается слишком яркий и перебивает основных персонажей. Я обычно люблю делать фон цветными карандашами. Да и в принципе, весь объем на иллюстрации я добавляю цветными карандашами. Сейчас все выглядит таким пустым, необъемным, но благодаря вот этим вот деревянным палочкам сейчас просто сотворится волшебство. Нам нужны будут все возможные цвета, и ты сейчас просто можешь повторять за мной, можешь чуть-чуть делать по-своему. Чтобы придать объем на животных, можно штриховать вот такой мелкой штриховкой, создавая эффект шерсти. Кстати, на зайца можно добавить еще местами немного фиолетового оттенка, для того, чтобы он гармоничнее смотрелся с оранжевой листвой. Затем черным цветом я просто затемняю внутренние части коры. Затем можно местами добавить различные оттенки, например, там какие-нибудь оранжевенькие, желтенькие, в свободных местах, где вы не закрасили темным цветом. Итак, у нас остался только фон, но для начала я предлагаю сделать свет вокруг звездочек, то есть можно взять желтый цвет и вот так по кругу начинать штриховать, и плавно-плавно-плавно, чтобы этот желтый цвет растворялся в белом листе. Тогда получится эффект, что звездочки светятся. Ну, а теперь можно взять темно-синий и темно-фиолетовые оттенки. Можно еще взять, кстати, голубой и прорабатывать небо. Можно штриховать просто в одном направлении, можно штриховать, меняя направление, кому как больше нравится. Еще можно штриховать кудрявой штриховкой. Это прям моя любовь, и те, кто учится у меня на курсах, они уже знают, что я очень люблю кудрявую штриховку, да и, в принципе, я думаю, по вот этому вот месту понятно. Она создает очень классный, интересный эффект какой-то воздушности, поэтому фон я очень люблю делать именно кудрявой штриховкой. Как это делается? Это просто создаются вот такие кудряшечки. И я начинаю голубым цветом от текста для того, чтобы не перетемнить область, где находится текст. То есть там, где будет текст, там нужно сделать светло-голубой оттенок. А уже по краям просто переходить в более темные. И там, где свет от звездочек, я стараюсь на это место не заходить. Прямо рядышком-рядышком останавливаюсь, и тогда у меня получается, что звездочки светятся. Итак, вот что у нас получается. Теперь я предлагаю сделать текст чуть-чуть потолще, потому что он получается слишком тоненький и немного сливается. Можно, кстати, вообще сделать его маркером. Можно ручкой просто в некоторых местах только утолщить. Утолстить. Вот так примерно получается. Можно где-то еще добавить толщину линиям, если считаете нужным. Например, какие-то там листики подчеркнуть, какие-то травинки. У персонажей можно также добавить дополнительную толщину, чтобы персонажи не сливались. Ну и последний, мой любимый завершающий этап, это расстановка бликов. Я блики ставлю обычно белой гуашью и вот такой вот кисточкой. Это называется кисть с резервуаром. Она откручивает, туда наливается водичка. Очень удобно, не нужно макать в баночку. И что я делаю? Я просто беру белую гуашь и начинаю расставлять блики. И из-за того, что у меня карандаши акварельные, сейчас очень хорошо будет размываться водой. И блики будут получаться не супер белыми, а немножко такими как бы цветными. И это будет выглядеть очень интересно. То есть, например, вот здесь, где у меня есть желтый карандаш, в этом месте я могу немножечко вот так размыть. И посмотрите, блик у меня превращается в такой желтоватый. Выглядит более естественно. На траву я обычно ставлю какие-то белые там мелкие цветочки. Кстати говоря, можно использовать цветную гуашь и делать цветочки цветной гуашью. Вообще, на самом деле, осенью... Какие цветы осенью? Хотя, по-моему, осенью есть цветы. Не знаю, напишите в комментариях, какие цветы осенние вы знаете. Я не особо вообще в цветах разбираюсь. Я, честно говоря, не особо люблю цветы. Поэтому у меня всегда какие-то такие классические, просто белые, как ромашки. Поэтому как бы... Вот. Если тут есть зонотки, напишите. Я хотя бы буду знать, какие цветы у нас вообще осенью растут. Ну вот и все. Вот такая первая страничка получилась у меня. Я надеюсь, у вас тоже получилось красивое и соответствующее вашему времени года. Ну вот, кстати, интересный момент. Я обычно не подписываю дату иллюстрации, хотя, в принципе, это можно делать. Но я всегда пишу дату, когда я начинаю скетчбук и когда я его заканчиваю. Поэтому вот здесь я напишу сегодняшнюю дату. И потом здесь напишу финиш. И вот здесь... Это как бы... Ну, это первая страница, но это первее первой. Но обычно я на ней ничего не рисую. Обычно я на ней что-нибудь приклеиваю. Поэтому это вы можете оформить абсолютно по своему усмотрению. А можно вообще идеально чистые оставить. А можно еще иногда... Знаете, что делаю? Иногда я пишу какие-нибудь фразочки, которые меня вдохновляют. А иногда я еще эти фразочки пишу вот здесь. На вот этой вот самой первой штучке. На самом первом развороте. Там... Ну, фразы просто, которые меня вдохновляют. У меня есть такие фразы. Вот. И я их из скетчбука в скетчбук обычно переписываю. Ну, не всегда, но чаще всего. Поэтому вот эти места можно оформлять вообще по своему усмотрению. Но вообще первая страница вот начинается здесь. А здесь можно написать себе парочку пожеланий на будущее. Если есть желание. И я планирую в этот раз скетчбук вести следующим образом. Обычно я как рисую на одной странице. Это у меня остается либо вот такая вот некрасивая, либо я ее просто покрываю акрилом и что-нибудь там потом приклеиваю, или что-нибудь рисую, какое-нибудь такое абстрактное. В этот раз я решила сделать следующим образом. Я уже все рассчитала, и страницы не должны расходоваться сильнее. То есть будет такой же расход страниц, если я буду переворачивать одну и вот здесь две иллюстрации рисовать, а эту страничку между собой вот так склеивать. И у меня получится здесь цветная. Буду переворачивать. Тут будет красивая, тут будет красивая. Потом опять двойную склеиваю. Опять красивая, красивая. То есть, в принципе, если бы я пропускала и рисовала бы через одну, вот так вот, через одну, как я обычно это делала, получился бы такой же расход страниц. То есть вот эта пустая, вот эта пустая, вот эта пустая. Так бы и оставались. А теперь я их просто буду вот так объединять и склеивать между собой. Ну, короче, я вот так запланировала. И я думаю, что, в принципе, должно получиться прикольно, ярко и без лишних каких-то вот таких вот некрасивых моментов. Если вам такая идея нравится, вы тоже можете так попробовать сделать. Ну что ж, все. А теперь будем прощаться. Приходите учиться ко мне на курсы. На курсах я объясняю еще более подробно. Там без ускоренных частей. То есть прямо там все в обычном, реальном, нормальном режиме. Там вы можете ставить спокойно на паузу, перематывать и так далее. Все ссылки в описании. Буду вас ждать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok